Добрый день! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать таймфрейм для трейдинга. Как всегда, в начале предупреждения о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Многие из вас, наверное, думали над вопросом, как таймфрейм влияет на правильность оценки ситуации в трейдинге и какой таймфрейм выбрать для торговли. Сегодня мы попробуем разобраться в этом вопросе. Ближе к концу встречи расскажу, стоит ли перескакивать с одного таймфрейма на другой и, если стоит, то как это сделать правильно. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к этому видео. Также в группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Основная идея, лежащая за понятием таймфрейма – упрощение представления ценового графика. Как это упрощение происходит? Мы делим ценовой график на равные интервалы и сводим колебания цены в эти интервалы к четырем цифрам. Начало периода или цена открытия, конец периода или цена закрытия и максимум и минимум цены в этот период. Кто хочет разобраться в теме свечей подробно, посмотрите мой вебинар «Секреты японских свечей 2020» от 22 мая 2020 года. Ссылка на вебинар сейчас появится вверху видео. Посмотрите, например, если мы представим этот график как свечу, то не увидим уровней, отмеченных фиолетовым маркером. Как найти баланс между информацией и шумом? Об этом расскажу дальше. А сейчас несколько слов о том, как идея таймфрейма воплощена в торговой платформе. В данном случае посмотрим на примере метатрейдера. Программа сама в автоматическом режиме перестраивает график под таймфрейм, нужный вам. Для этого используем кнопки настройки. На примере у меня выставлен 5-минутный таймфрейм. Это означает, что каждая свеча на графике отражает диапазон движения цены за 5 минут. Смотрите, свечки стоят плотно друг к другу и тем не менее график занимает весь экран. Но если мы этот же участок посмотрим на часовом таймфрейме, то увидим, что это движение цены занимает на нем чуть менее 20%. Если простыми словами, то таймфрейм – это метод, позволяющий изменять масштаб графика цены. Как и в обычной ситуации, если вы смотрите на карту большого масштаба, то видите страны и континенты, а на мелком масштабе только улицы и дома. Согласитесь, что если бы вам сказали «нужно пользоваться только глобусом», вы бы в этом не поверили. Также не поверили бы и в то, что нужно пользоваться только картой. В такой ситуации вы проявили бы здравый смысл и предположили, что иногда нужна карта, а иногда глобус. С таймфреймом похожая картина. Важно не каким таймфреймом пользоваться, а что смотреть. Согласитесь, что совсем не важно, в каком масштабе изображать место, где вы живете. От этого оно не поменяется. Так же и с графиком цены. График сделок первичен. Мы можем его только масштабировать. Для примера возьмем 5 минут. На самом деле это не так важно, могли бы смотреть на часы, минуты или дни. Обратите внимание, что длительность последнего участка меньше 5 минут. Как с этим быть? Скоро об этом расскажу. Итак, если мы построим по графику цены свечи, то получим 3 свечи. Внимательные из вас спросят, а как же последний участок? Все верно, есть и последний участок, но его существенное отличие от предыдущих в том, что эта свеча только формируется и закончится его формирование только по прошествии 5 минут. На графике вы будете видеть, как она все время изменяется. Как вы думаете, времени прошло чуть больше 15 минут. Мы можем построить уже 20-минутную свечу. Кто ответил не можем, будет неправ. Конечно можем, и она будет выглядеть так, как показано на слайде. А теперь еще вопрос. А можем ли построить часовую свечку? Подумайте, как мы можем построить часовую свечку, если прошло только чуть больше 15 минут. Кто скажет, что не можем, ошибется. Мы построим свечу, но она будет в процессе формирования. Обратите внимание, что и 20-минутная свеча и часовая свеча идентичны. Все дело в том, что сейчас эти свечки только формируются. Пройдет 20 минут и 20-минутная свечка перестанет меняться. А часовая будет меняться, пока не закончится час. Уберем часовую свечу. Посмотрите на график цены. На нем максимумов было 5. На 5-минутном графике максимумов было уже только 3. А на последнем графике остается только один. Таким образом, чем старше таймфрейм берем, тем грубее картину получаем. Можно ли найти баланс между грубой картиной и точной? Оказывается, можно, но об этом по порядку. Представьте себе, что у нас 5-минутный таймфрейм и цена растет. Тренд вверх и мы, зная, что тренд имеет тенденцию к продолжению, ждем продолжения. Но цена резко идет вниз. Хочется спросить, что не так? Многие из вас уже, наверное, догадались, в чем дело. А проблема была в том, что мы смотрели только на 5-минутку и видели локальный тренд, не подозревая о глобальном тренде. А цена тем временем подошла к уровню со старшего таймфрейма и развернулась. Развернулась, потому что тренд имеет тенденцию к продолжению. В данном случае тренд на старшем таймфрейме. И так бывает сплошь и рядом. Смотрите, не очень красивый, но вполне читаемый тренд вверх на 5-минутах. Теперь посмотрим этот участок на часовом графике. Участок, который мы сейчас смотрели на 5-минутах, здесь помечен желтым цветом. Как видите, это лишь незначительный откат на нисходящем тренде часового графика. Теперь, если проведем уровень, будет понятно, почему цена развернулась именно здесь. Она развернулась, так как подошла к уровню со старшего таймфрейма. Посмотрите, как это выглядело на 5-минутах. Если бы мы в данном примере не смотрели на часовик, то и не подозревали о готовящемся развороте локального тренда. Вы меня спросите, какой же таймфрейм выбрать для торговли? Я считаю, что торговать на одном таймфрейме неверно. Что же тогда делать? Все просто. Нужно смотреть на таймфрейм, как на инструмент, при помощи которого вы анализируете цену. Объясню свою мысль на примере. Пусть 5-минутный график растет. Почему говорю про 5-минутный, объясню чуть позже. Но теперь, зная, что это может быть неполная информация, вы посмотрите на часовой график и понимаете, часовик идет вниз. Какой из этого можно сделать вывод для торговли? Верно. Надо отметить уровень, от которого можно ждать разворот. И уровень, пробой которого подтвердит продолжение тренда. Когда мы посмотрели на старший таймфрейм, мы для себя уточнили две вещи. Первое. Мы работаем в направлении тренда со старшего таймфрейма или идем против него. Если идем против глобального тренда, то можем ждать смену тенденции в любой момент. А значит, нужно быть более осторожным в сделках. Если же работаем в направлении глобального тренда, тогда можем рассчитывать на более длительное движение и большую прибыль. Второе. Где нас может поджидать остановка тенденции? То есть, определить уровни, на которых цена может остановиться. Вы скажете, а как быть с дневным таймфреймом? На первый взгляд, может показаться, что дневка не нужна. Но не спешите. Представьте себе, что в нашем примере цена подошла не просто к минимуму последних дней, а к минимуму года. Только этот факт может поменять нашу оценку на 180 градусов, потому что минимум года может развернуть глобальный тренд. Поэтому скакать между таймфреймами можно, если вы хотите посмотреть глобальный тренд и к каким уровням со старшего таймфрейма цена подходит. Но перескакивать с одного таймфрейма на другой для того, чтобы хоть как-то обосновать свой вход, нельзя. Как и обещал, несколько слов о том, на каком таймфрейме торговать. Тут важно понимать, что физически на большом таймфрейме возможности для входа возникают крайне редко. Поэтому я использую день и час для понимания общей картины. А маленький таймфрейм дает много точек входа и это позволяет из них выбрать те, что не противоречит общей картине и моему плану. В основном я определяю уровни и локальный тренд на 5 минутах. И захожу на минутных формациях, что делает вход более точным. В анонсе вебинара говорил об упражнении, которое поможет научиться видеть динамику движения цены. Теперь расскажу, как его делать. Для упражнения вам понадобится только простая программа для рисования типа Pint или Snagit. Я использую Snagit. Цель упражнения в том, чтобы отметить на графике волны изменения цены. Обратите внимание, что мы рисуем волны, а не линейный график. Это упражнение учит вас обращать внимание на динамику максимумов и минимумов ценового движения. Кто хочет проверить себя и увидеть, как будет закончен этот график, оставляйте свой комментарий под видео и пишите на почту, которая будет указана в описании к видео. Спешите, так как адрес будет доступен только в течение трех дней после выхода ролика. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями и напишите комментарий. Ваше мнение – это хорошая обратная связь. Подписывайтесь на канал Адмирал Маркетс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!